Здравствуйте всем! Сегодня мы с вами будем вязать свитер. Ну что значит вязать свитер? Так как у многих из вас пряжа далеко не такая как у меня. Я вязала на третьем классе, кто-то из вас будет вязать на пятом классе. Итак мы сегодня с вами построим выкройку. Выкройка в общем-то предельно проста. Задавали вопрос можно ли связать подобный свитер на однофонтурной машине? Можно. Этот свитер может быть очень изысканным, если вы его свяжете из мягкой струящейся пряжи. Сразу скажу, в том случае, если вы худенькая стройненькая размера SM и с тонкой мягкой струящейся пряжи, он будет потрясающе смотреться именно на одной фонтуре самой обычной гладью. Итак, давайте начнем, пожалуй, с выкройки. Вы готовы? Как я говорила, выкройка предельно проста. Для построения вам потребуется следующая мерка. Желаемая длина свитера можно выполнить на одной фонтуре. Просто гладью будет красиво. С рисунками будет плохо, сразу говорю. Если вы хотите получить подобный стильный свитер, связанный на одной фонтуре, это будет красиво гладью. Выбираем желаемую высоту плюс желаемую высоту горловины. Предположим, желаемая высота, желаемая длина изделия 70 плюс желаемая горловина 30. Итого 1 метр. Выбираем 100 сантиметров. Длина. Далее о ширине. Давайте начнем с ширины низа. Мы с вами говорим об оверсайзном изделии, в котором нет вытачек. Если в изделии нет вытачек, то это только оверсайз. Для приличной посадки изделия без вытачек мы можем себе позволить исключительно оверсайз. Мы берем с вами по охвату бедер. Предположим, минус 30 при общей желаемой ширине в 120 сантиметров. Начинаем построение с точки, которую определяем как начало координат. Откладываем влево отрезок равный одной второй детали полочки и вверх отрезок равный желаемая длина плюс желаемая высота горловины. Как я уже сказала, предположим, вы хотите получить длину в 70 сантиметров и вы хотите получить, предположим, желаемую горловину высотой 30 сантиметров. Далее, ниже, по вертикали. Давайте выполним разметку. Вниз откладываем высоту желаемой горловины минус 30. Далее, вниз откладываем высоту пройму плюс припуск. И я хочу заниженную пройму. Итого, моя заниженная пройма, предположим, тоже минус 30. Далее, от этой точки откладываем желаемую ширину горловины. Что касается желаемой ширины горловины, горловина довольно-таки широкая. Горловина действительно очень широкая. Ширина горловины не может быть шире ширины спины. Итого, я брала горловину из расчета 30 сантиметров. Поэтому влево откладываем отрезок равный минус 15. Итак, это горловина. Сразу можем минус 15 отложить и для горловины. Сразу убираем ненужные линии. Можем сразу же убрать и ненужные точки. Влево объединяем эти две линии. У нас остается с вами часть плеча. Очень небольшая часть плеча. Например, при ширине спины в 39 сантиметров. Так как мы имеем дело с половинкой детали. 39 делим пополам. Получаем 19 с половиной. У нас остается 4 с половиной сантиметров часть плеча. Мы с вами должны оставить эту часть плеча для того, чтобы вы не теряли с плеч ваш свободный джемпер. А он действительно очень свободный. Итак, минус 4 с половиной влево. При такой ширине плеча нам остается, тем не менее, выполнить скос плеча. Скос плеча по остатку будет всего лишь минус 1. Выполняем скос по остатку минус 1. От точки проймы откладываем влево. Отрезок равный. Охват груди плюс оверсайзный припуск. Итого минус 28. Естественно, вы откладываете все припуски, исходя из собственных мерок, собственных размеров. Здесь у нас с вами не хватает точки линии бедра, которую мы сейчас с вами должны определить. Итого, если высота вашего бедра, например, является 59 сантиметров, плюс 30 горловины. 59 плюс 30 или от низу можем отступить 11 сантиметров вверх. Итого, находим точку бедра. Вот здесь она расположена. Откладываем минус 30, потому что припуск мы выполняли для бедра. Объединяем линии прямой. Внизу от проймы откладываем прямой участок. Объединяем точки. Находим высоту между двумя точками плеча и, собственно, точкой начала проймы. Поднимаем вверх отрезок на 29 сантиметров. И теперь мы должны с вами сделать следующее. У нас с вами есть скос плеча и наша задача с вами продолжить этот скос плеча. Продолжаем скос плеча, слегка его округляя. В итоге получаем вот такую половинку выкройки. Удаляем ненужные точки. Удаляем ненужные линии. И отзеркаливаем выкройку. Итак, мы получили с вами вот такую выкройку. Эта выкройка будет являться два в одном. Это одна вторая спинки и одна вторая деталь переда. Выкройку вносим в список, как полочка плюс спинка. Вскос плеча необходимая вещь для хорошей посадки изделия. Если вы хотите, чтобы изделие на вас хорошо сидело. Ширина горловины, как я уже сказала, может равняться ширине спины. И она должна быть уже хотя бы на 4 сантиметра. Для того, чтобы ей было за что держаться. Иначе вы будете свитер просто терять. И мы с вами также создаем объемную горловину, которая может также служить и капюшоном. С одной стороны, благодаря своей ширине, ее можно опустить на плечи при желании. А с другой стороны, ее можно будет использовать и как капюшон. Спущенное плечо продолжает скос плеча и повторяет изгиб руки. Выкройку заносим в список. И прежде чем перейти к построению детали рукава, мы вначале смотрим. Собственно говоря, мы уже заложили припуск на рукав. Он составляет весь рукав. Максимальная его ширина составит 25 сантиметров. И так как мы взяли со спущенного плеча, часть спущенного плеча у вас уже перешла. И так как у нас с вами уже есть часть рукава, которая заложена в плечо, ширина составляет 8,5. И эти 8,5 являются частью рукава. Но здесь есть еще один нюанс. В данном случае, так как мы имеем дело с патентной резинкой, мы будем рассматривать не ширину, а длину наклонной, что, в общем-то, достаточно редко рассматривается. Но в данном случае мы будем рассматривать именно длину наклонной, которая равна 9,4. Или можно рассматривать как 9,5. Итак, запомнили. Приступаем к построению рукава. Рукав. Удаляем данную выкройку. Для рукава. Давайте посчитаем, сколько нужно. Итого при рукаве, при длине рукава фактически 59 сантиметров, 9,5 уже забрало спущенное плечо. Итого мы получаем рукав 49,5 сантиметров в высоту. 49,5. И минус 15 сантиметров – это охвате запястья. Откладываем отрезок влево, вверх. Далее. От верхней точки откладываем отрезок в минус 25 сантиметров. Именно такова наша высота проймы. Добавляем 3 сантиметра на манжет. Минус 3. На прямой участок от соединения. Увеличиваем выкройку. Выполняем сдвиг. Для скоса рукава, для скоса плеча, для скоса рукава в минус 7 сантиметров. Сдвигаем обе точки. Прорисовываем. Непосредственно сам рукав. Придаем форму окату. Убираем линии между выделенными точками и отражаем наш рукав. Мы с вами получили рукав к нашему свитеру. Вот, собственно говоря, вот такой была наша с вами выкройка. На рукаве мы с вами выполним небольшой рисунок. Я предлагаю выполнять рисунок в каждом десятом ряду. Берем семиигольный декер. И выполняем сдвиг центральных четырех петель верхней игольницы на один игольный шаг. Раз и два. Две иглы по центру остаются пустыми. Будем выполнять такой рисунок в каждом десятом ряду. Вяжем далее. Снова выполняем наш рисунок. Смещаем. Центральные петли при помощи семиигольного декера на два игольных шага вправо. Две центральные иглы остаются без петель. Вяжем дальше. Две загurer. Смешаем. 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 Продолжение следует...